Я приветствую уважаемых телезрителей канала «Россия-24» на нашей авторской программе, очередном ее выпуске, программы «Бесогон-ТВ». У меня были другие планы на сегодняшнюю программу, но возникли некоторые обстоятельства, и в частности история выступления Андрея Макаревича на Украине, на Донбассе, и я получил довольно много всяких сообщений и обращений после того, как я выразил свою точку зрения по этому поводу. И в частности прочел то, что об этом написал Макаревич сам. Я зачитаю этот отрывочек. Например, никого не интересуют факты, что же происходит на самом деле. Всех интересует только то, как подается интерпретация, и когда она становится важнее факта. Вот хотелось бы спросить Уосиф Давыдовича, имеется в виду Кобзон, и Никита Сергеевича, ваш покорный слуга, которые высказались по моему поводу, почему вы писанием в газетах обо мне верите больше, чем мне самому. Вы же знаете меня не один десяток лет, господа, я вам никогда не лгал, не обманывал вас. Верите и подписывайтесь под ней. Ну, видимо, имеется в виду, так сказать, неправда. Вообще справедливости ранее надо сказать, что я действительно с Макаревичем знаком очень давно, причем мы никогда не дружили семьями и, так сказать, не общались близко. Но я был на его одном из, видимо, первых концертов на Никольной горе, и меня потряс абсолютно. Это вообще было такое, да и остается таким русским Битлзом. И самое пикантное во всем этом, что мой в жизни первый автограф, который я взял у кого-то, это был Макаревич, у которого я взял автограф. А он давал первый раз в жизни автограф другому человеку, то есть мне. И поэтому написал, это мой первый в жизни автограф, Андрей Макаревич. Думаю, что уже это дает право нам предполагать, что мы можем достаточно честно разговаривать. Поэтому-то мне и было это, честно говоря, очень странно и даже горько, я бы сказал. Я никогда не говорил, что Макаревич пел перед силовиками. Я знал, что он пел перед детьми. Но вы понимаете, вот тут есть такая степень, такое секреты Полишинеля. Вроде бы то ли он шубу украл, то ли у него сперли. Такая невнятность. Потому что что значит петь перед детьми на территории, которая захвачена хундой? Можно не считать, что это хунта, как думает Макаревич. Прекрасно. Но я тогда сказал, что это приблизительно так, как если бы, скажем, Клавдия Шульженко пела бы в оккупированном Минске или в оккупированном Киеве. Тоже не немцам, а детям. Но кругом висят портреты Гитлера, свастики. Собственно, аналогия довольно близкая. Висят флаги Бандеры, символика его, портреты Бандеры. И, так сказать, под его именем все это как бы происходит. Невнятная определенность, она всегда видна. При том, что когда у самого Макаревича спросили по радио или, не помню, каким образом, по телефону, а стал бы он петь ополченцам Донбасса, тем, кто на другой стороне, так сказать, находится баррикад. Вот что он ответил. Если вас позовут вот туда, там, где ополченцы, вы тоже поедете? Не знаю, я не симпатизирую ополченцам. То есть, да, мы сразу видим, на чьей стороне симпатии Макаревич. Имеет он на это право? Конечно. Безусловно, имеет. Он художник, это его точка зрения, он гражданин. Но тогда возникают совсем другие вопросы. Вопросы достаточно, так сказать, явных двойных стандартов. Если ты так относишься к этому, и в этом случае я зачитаю вам интервью Макаревича, довольно определенное, то тогда зачем же ты берешь награды у тех, кому ты так относишься? Почему ты пользуешься всеми теми благами, которые тебе дают по заслугам, но все равно те люди, которых ты не уважаешь и осуждаешь? Вот послушайте. В этом коротком интервью мы попытались выведать у Андрея Владимировича истинные причины его позиции по Крыму. Макаревич, Крым не наш. Корреспондент. Андрей Владимирович, сейчас для вас не лучшие времена. Могли ли вы когда-нибудь представить, что окажетесь в опале не у государства, а у простых людей, и что причиной будет вхождение Крыма в состав России? Почему вы не поддержали воссоединение Крыма с Россией? Макаревич, не было никакого воссоединения, была банальная оккупация чужой территории. Воссоединение – это добровольный акт, а в Крыму было насилие над Украиной. Зверское, лицемерное насилие над страной, которая пытается вырваться из лап русской цивилизации. Да и цивилизация ли это, русская в смысле, тоже вопрос. По мне – нет. Это просто территория много веков, диктующая своим соседям, как надо жить. А соседи не хотят жить, как мы. Ну не хотят, и все тут. Они хотят жить, как Бельгия, Франция и Швеция. У России нет авторитета, чтобы убедить своих соседей жить с ней в одном государстве. Из инструментов только насилие. Корреспондент. Но Крым не стал настоящей Украиной даже за 60 лет пребывания в ее составе. И большинство людей хотели, чтобы Крым стал российским. Вы отказываете им в этом праве? Макаревич, я не отказываю им в праве на ошибку. Вот так, на секундочку. То есть Андрей Макаревич не отказывает огромному, подавляющему большинству населения Крыма ошибиться. Они еще сильно пожалеют о своем выборе, если, конечно, признать, что там действительно большинство за Россию. Корреспондент, вы сомнимаетесь? Я, скорее, не доверяю никаким референдумам, проведенным под дулами автоматов. Так не бывает. Этому ужаснулся весь цивилизованный мир. Так нельзя себя вести в приличном обществе. Мы еще раз показали миру, нам нельзя доверять. Приличное общество цивилизованного мира – это какое общество, которое бомбит Ирак, Ливию? Какое-то общество цивилизованное, в котором нам нельзя быть. Притом, я прошу внимания, одну секундочку, дорогие телезрители. То есть здесь это считается насилием. Все остальное, что происходило в мире за эти годы – войны, истребления, расстрелы, растерзанные руководители стран, казни через повешение в стране, где не нашли оружия химического, о котором говорили. Это вроде как нормально, потому что это цивилизованный мир. Пойдем дальше. Нам нельзя доверять. Там можно. Корреспондент. А почему цивилизованный мир не ужаснулся, когда Киев был охвачен страшными беспорядками, которые привели к жертвам и к тому, что на Украине называют революцией? Но этот же мир был страшно огорчен, что Крым вдруг уплыл из их рук без единого выстрела, что очень важно отметить, между прочим. Конечно, огорчен. Ответ. Даже если в Крыму планировались базы НАТО, то ничего страшного в этом я не вижу. Наш флот должен был уйти. Украинское государство имело право на такое решение. Это ваше дело. Кого вы пускаете пожить в свою квартиру, у кого нет. Соседи это не должно волновать. Елки-палки. Елки-палки. Базы НАТО в Крыму нормально? Русский флот должен уйти из Крыма? Русский флот, который столько пролил крови своих моряков? В бухтах, где затоплено огромное количество русских кораблей в течение нескольких веков. Я уж не говорю о том, сколько людей погибло в течение просто Второй мировой войны, Великой Отечественной войны за Крым советских и русских наших солдат. Чуть меньше, чем американцев за всю Вторую мировую войну. Только за Крым. Этот флот должен уйти. Потому что в 1954 году полуграмотный человек с ботинком в руке подарил этот Крым своим соотечественникам, так сказать, единокровным. И то ничего страшного. Он просто переехал из одной комнаты в другую. И был СССР. Ну, передали это. А это сюда. Мало ли, одолжили, преодолжили. Все равно вис нету, границ нету. Но когда это распалось, по большому-то счету, по-честному, по-чесноку, как говорят сегодня, надо было вернуть Крым обратно в Лона. Я хотел обратить внимание на слово, на фразу корреспондента ни одного выстрела. Действительно так. А думает ли Андрей Макаревич о том, что было бы в Крыму, если бы он вовремя не оказался в составе России? Если то, что происходит, вот то, что происходит сейчас на Донбассе, в Крыму, это было бы стократно страшнее. Тысячекратно страшнее. Вопрос. Какой же выход из ситуации? Ответ. Выход? Выход только один. Вернуть Крым и оставить Украину в покое. Вопрос. Но если крымчане не хотят возвращаться в состав Украины, то как быть с этим? Ответ. А это не должно вас волновать. Люди могут быть и несогласны. Но земля чужая. Ее надо вернуть и забыть все, что произошло, как страшный сон. Только тогда Россия вернется в состав цивилизованных государств. Убеждайте соседей быть с вами не с помощью автоматов. Предложите что-то такое, от чего никто не сможет отказаться. Есть что-нибудь подобное у России? По-моему, нет. Вообще страшный сон мог бы быть в Крыму, если бы не произошло того, что произошло. Это интервью обозначено 3 июля 2014 года. Я допускаю, что это фейк. Мы знаем, как это делается. Я допускаю, что это кто-то хочет спровоцировать, провоцировать и показать Макаревича в дурном свете. Но это перепощено такое количество раз, что Макаревич не мог этого не знать, если это так. Поэтому он обязан был, если это не так, сделать все, чтобы больше никто этого не читал. Раз это не сделано, значит, у меня есть основания предполагать, что это правда. Оценка того, что произошло, была довольно жесткая по телевидению. Комментарий был такой. Этот хорошо откормленный голубь мира оказался лишь первой ласточкой. Параллельно с ним во Львове, обмотавшись жовто-блокитным флагом, скакал 29-летний оппозиционный рокер Ваня Алексеев. Каждый подобный демарш планируется и осуществляется как дерзкая оплеуха большинству. И вот раз за разом этому молчаливому большинству, паразитирующая на нем креативное меньшинство, отвешивает пощечины. Стерпится, слюбится. Стерпится, слюбится. Вот смотрите, насколько это часть нашего сегодняшнего мира, часть нашей сегодняшней жизни. Как можно постепенно приучать к тому, чтобы поговорить, чтобы можно было Ленинград сдать. В конце концов, не так важна и Сталинградская битва могла, да и Курская дугавка. Можно ведь было по-другому как-то. Ну отдали, ну и ладно. Базы НАТО в Крыму, ну и что особенного? Ну что такое? Ну и есть база, ну и ходят ребята в камуфляже, говорят по-английски, ничего. А флотно зачем он там нужен? Убрали его куда-нибудь, распилили на ручки, на грифы для гитар, на колки. И вот постепенно приучаются, сознание постепенно привыкает к тому, что, собственно, ничего особенного, если и говорить мы не будем на своем языке, да и страна будет вот такая, до Урала, да и вообще, и так далее, и так далее. Это называется система окна-овертона. Мы об этом поговорим в какой-нибудь передаче. Я специально хочу посвятить этому технологии приучения к мерзости, я бы так это назвал, которая перестает быть мерзостью. Еще одно эссе хочу прочесть, не могу мне у него пройти, потому что оно меня очень, так сказать, взволновало, я бы так сказал. Это Ксения Собчак в журнале СНОП. Больше никаких устриц Белон. Удивительно у меня соотечественники, конечно. После страшного наказания Западу от нашего теперь в прямом смысле кормчего все споры свелись к двум тезисам, достойным лучших выпусков программы «Пусть говорят». Во-первых, не хлебом единым. Это те, кто рябчиков и не жевывал, и почему-то наивно полагает, что привычные картошка с борщом от санкций не подорожают. И второе, почему из-за путинских разборок я теперь не могу есть то, что привык в уютном ле-море под пение Стаса Михайлова. И вот этот адский вопрос, что вы без этого прожить не можете? Можем, но у меня встречный вопрос. Почему мы должны жертвовать устрицами? Ради чего? Почему всех потенциальных потребителей вкусной, здоровой и, главное, свежей западной пищи лишили их небольшого буржуазного счастья? Ну, хорошо, Вася Якименко жрал устриц на неправедно заныканные деньги, его бы и лишили, а мы-то за заработанные почему не можем? Вот, обратите внимание на эту фразу. Мы-то на заработанные. Не знаю, как вы, а я всегда считал, что совсем не стыдно мечтать о том, чтобы вначале хорошо заработать, а потом хорошо и вкусно во всех смыслах потратить свои деньги. А они говорят, нет, стыдно. Мечтать можно только о воссоединении земель российских, о национальной идее, о чем-то таком страшном возвышенном. Почему? Почему, как главная ценность, не человек с его маленькими радостями, а непременно что-то большое и величественное, из-за чего непременно надо пострадать и претерпеть лишения? Я уж молчу о малом бизнесе, о поддержке, которой так много говорится. Сколько людей много лет строили свой бизнес на поставках сыра или мяса, и как они должны себя теперь чувствовать? И кто, собственно, мешал российскому производителю все эти годы делать хорошую продукцию? Вы знаете, что в России нет даже достаточного поголовья быков? И бычков покупают в той же вражеской Америке. Нам нужно маточное поголовье в 20 миллионов, а сейчас примерно 400-500 тысяч завезла компания «Мираторг». Но это все какие-то никому не интересные мелочи. А мыслить надо глобально. Нас страна этому каждый день учит, выжимая из нас по капле мерзкую мелкобуржуазность. Я вот чего понять не могу. Владимир Владимирович опытный политик, его можно любить или не любить, но он не дурак. Мне искренне интересно, неужели он думает, что в этой войне санкции у нас реально есть хоть один шанс на выигрыш? Выходить с этим бредом на рынок внешний это какое-то самоубийство. Как можно всерьез устраивать гонку санкций с противниками, которые по экономической мощи превосходят нас в 8 раз? Именно такова разница ВВП России и США. Остановлюсь на секунду. А на чем вы деньги зарабатываете, Ксюша? Не на том ли, чтобы ВВП наше было в 8 раз меньше? Не этим ли вы занимаетесь все вместе? Чтобы бычков у нас было мало? Вы хоть раз что-нибудь сказали? Вы пробили в набат относительно того, что лежит сельское хозяйство страны на боку? Хоть раз, любители фуагра. Вы хоть раз вспомнили о стоящих заводах? О том, что на заводах, где делали самолеты, делали потом кастрюли? Что-нибудь вы сделали для того, чтобы это было не так? В этом маленьком своем мире, в этом маленьком мире рублевки, тверской, в этом маленьком тусовочном мире креативного меньшинства вы когда-нибудь думали о тех людях, которые вместо этого всю жизнь учились делать станки, или машины, или самолеты, или ракеты, а потом вынуждены просто были милостыню просить? И вы принимали в этом участие. Когда вы были маленькой, это делали люди вам близкие, в том числе. А потом стали делать вы. И продолжаете это делать. Это вы предлагаете, так сказать, сдать Ленинград, чтобы было меньше жертв. А это все звенья одной и той же цепи. Я не предлагаю вам встать к станку или доить корову. Нет, вы этого не можете. Вы талантливый человек. Но вы изнутри хоть что-нибудь для того, чтобы сконцентрировать ваших соотечественников на том, чтобы они работали на это ВВП. Сделали? Нет. В этой стране, где вы клеймите несвободу слова, вы говорите и делаете все для того, чтобы не случилось то благоденствие, о котором хотелось бы мечтать. Конечно, проще купить на заработанные эти деньги фуагра, батарга, роколу и так далее, привезенную сюда. Продолжим. Вопрос даже не в том, что мы не будем есть устриц, а в том, что без банковских кредитов страна начнет разоряться. Деньги закончились, приходится сворачивать накопительную систему пенсии, поднимут налог, сделают его прогрессивным, люди вернутся к серым и черным схемам, ибо для того, чтобы иметь высокие налоги, надо и госсистему иметь высокоэффективную, государство начнет срубать бабло на налогах, на недвижимость ее сложнее спрятать, инфляция выйдет из-под контроля и так далее, и так далее. Милые вы мои, как вы правильно в этом разбираетесь? Но у меня опять возникает вопрос. А вы что-нибудь сделали, кроме того, чтобы разрушать, а не строить? В итоге, за крымские выдрючивания заплатит каждый. А? Фигура Речер. Сперва те, кто побогаче, потом и остальные. Хоть вне русскому человеку сама идея «Крым наш» греет сердце, но уже не настолько, чтобы за это платить из собственного кармана. Уверена, как и многим. Какой-нибудь скромный бизнесмен, вводящий в Россию пармезан, вполне мог радоваться при соединении Крыма и кричать «Крым наш». А сегодня у него остановился бизнес. Радость победы начала стремительно таять. Это потрясающе. Зарабатываем деньги, что вкусно есть, имеем на это право. Хотим кричать «Крым наш», но если за это надо платить, это что вы решили? Чего это мы должны платить за это? Мы за фуагра будем платить, а вы нам не даете фуагра, а за Крым пусть другие платят. Те, кто за него кровь проливали, вот пусть они уже заплатили, кстати, Ксюша, они уже заплатили, жизнь свою заплатили. Далее. Как мы оказались в этой точке? Заметили, как стремительно это произошло? Что дает вам надежду, что еще через месяц-два не введут выездные визы, и каждый защищающий ценности западного мира не будет объявлен врагом народа? Итак, вопрос в студию. Вот он. Если вы будете знать, что завтра закроют границы, вы уедете, вскочив на последний поезд Москва-Рига, или останетесь? Я вот ответила и сплю спокойно. Я понимаю, что раковая опухоль страны перешла в последнюю стадию. Нет смысла накалывать больного недействующими лекарствами, что-то предпринимать и бороться. Я смиренно жду финала всей этой увлекательной, но грустной истории. Никаких больше устриц белон. Спи спокойно, дорогой товарищ, хочется ответить на это. Но вот вы знаете, бесстрашный человек, Ксения, вот вы знаете, вас приучила свобода нашей несвободной по вашему представлению страны, потому что вы даже не задумывались, чего вы говорите. Вы просто нормально вас тащили, так сказать, вы даже не задумываетесь. А вы не хотели бы с этой речью выступить перед этими людьми? Рассказать им про устрицы, про то, как вы огорчены? Вам не хотелось бы выступить на заводе «Калибр», скажем, или на ферме, где работают с 6 утра до 12 ночи? Рассказать им о своей беде, о своем несчастье, что вам приходится платить за Крым, что вы боитесь, что закроют визы, вы не сможете прыгнуть в последний поезд Москва-Рига. Предел мечтаний, теперь я понимаю. Когда-то Столыпин сказал, что вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Я ее перефразировал, эту фразу. Великие потрясения нужны тем, кому есть куда выехать. А великая Россия нужна тем, кто хочет здесь жить. Вот те люди, которые выходят на болотную, недовольные, оскорбленные, униженные, они хотят здесь жить. А кричат со сцены те, кому есть куда уехать. Вот в чем вся проблема. На Майдане вышли, на Майдан вышли люди, которые были недовольны отвратительной властью Януковича. Как их использовали? Кто пришел к власти в результате? Чем это закончилось? И чем это еще закончится? Когда Ксения было лет 10-11, я оказался с моим одним приятелем, приглашенным в Смольный Собчаком, мэром, на обед. И мы обедали, открылась дверь, вышла маленькая девочка лет 10-11 с охранником, села за стол напротив меня буквально. Поздоровались с ней, она что-то поковыряла вилочкой, что-то покапризничала и ушла. Мама госпожа Нарусова, сидевшая рядом, когда дверь закрылась, сказала, знаете, почему она ушла? Я говорю, нет, она обиделась. Я говорю, помилуйте, на что же? Она обиделась, что когда она вошла, никто из мужчин не встал. Когда-то давно-давно Антона Павловича Чехова спросили, как бы он мог коротко определить состояние общества в России? Он ответил очень коротко. Пошлость. Звенящая пошлость. Понимаете, пошло, когда девочка обижается на то, что мужчины не встали, когда она вошла. Пошло, страдать по поводу фуагра и устриц и осуждать страну, которая защищается от оскорбительных санкций, защищает свой суверенитет, мобилизуется, пошло осуждать тех людей, которые в Крыму и день и ночь в течение этих 20 лет, большинство, подавляющее большинство, стремилось и не верило, что они могут вернуться в Россию. Сейчас вернулись. Вы посмотрите на эти лица там, в Крыму. Пошло. Понимаете, пошло выступать на оккупированных территориях и делать вид, что это, так сказать, собственно, такая гуманитарная помощь. Все видно. Это пошло. Вот это писать, это пошло. И я очень верю, я очень верю, что то, что происходит сейчас, это определенного рода отрезвление от всего того, что вы, дамы и господа, здесь делали и делаете. Ну, а, так сказать, закончить хочу такой шуткой народной, фольклором на злобу дня, как народ наш реагирует, я думаю, правильно реагирует, с юмором, иронией, самоиронией и весело. А частушка такая, мой миллионок от тоски ночью нюхает носки, проклинает санкции, любит сыр из Франции. Всего доброго, до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok